Всем привет! Поздравляю всех вас еще раз с праздником, с Новым годом, с Рождеством. Я вот сейчас еще в процессе отдыха и заметила, что у меня очень много накопилось подарков косметических. И что-то я уже пробовала, что-то не пробовала, но уже накопилось настолько много всего, что я понимаю, что нужно побыстрее снять видео. Иначе мне потом будет очень трудно это все в одно видео разместить. Поэтому, если вам интересно посмотреть на эту косметику, которую вы сейчас видите на экране, то, конечно же, продолжайте смотреть. Первое, что я хочу показать, пришло от моей подписчицы, которая уже давно не просто моя подписчица, а очень хорошая подруга. Она мне прислала подарок на Новый год, что было просто безумно приятно. Елена, спасибо тебе огромное, очень-очень мне все понравилось. И сейчас в видео я хочу показать то, что находится постоянно уже в моем обиходе, здесь на столике находится. И что мне очень хочется вам показать. Первое, это вот такие вот тени от компании, которую, честно говоря, я не знаю. Я первый раз столкнулась с ней. И Лена тоже сказала, что когда она была в Италии, это показалось ей, что это какая-то новая марка уровнем, где-то приблизительно таким же, как Kiko. И, в общем-то, что это такое? Это кремовые тени, которые просто на 100% как будто созданы для меня. Оттенок у них потрясающе красивый. Это розовый с золотым переливом. Просто обалденно выглядит на глазах в каком-то дневном макияже. Можно сделать еще более нарядный, получится отличный вечерний макияж, даже свадебный макияж. В общем-то, это просто потрясающий оттенок теней. Кстати, номер этого оттенка, если я не ошибаюсь, девятый. Если встретить вот такую марку, то советую присмотреться. Очень-очень мне понравился этот продукт. Дальше тоже хочу вам показать крем для рук. Этот крем от компании Планета Органика. Никогда ничего не пробовала от этого бренда, но попробовала крем. Очень мне понравился. Жирненький, такой хорошенький. На зиму отлично подходит и стоит у меня тоже здесь на косметическом столике. Постоянно им пользуюсь. И что еще очень сильно порадовало, она мне вложила помаду от Kiko, которая называется Pencil Lip Gloss. Оттенок 8. И я считаю, что вот эта помада, это один из самых лучших нюдов, которые есть вообще на рынке. Это именно не замазочный нюд. Очень красиво выглядит с насыщенным smokey eyes. У меня есть уже точно такая же помада, которую тоже она же мне дарила. И я ее берегу, потому что вот действительно такой оттенок на вес золота, когда вот нужно губы стереть как будто с лица, но в то же время, чтобы они были. И в общем-то да, очень люблю я эту помаду. Если опять-таки вам попадется, то сделайте свотч, потестируйте. Тоже очень приятно она на губах лежит. Одни просто положительные эмоции мне от нее. Следующий подарок тоже был абсолютно неожиданностью. Это подарок от подписчицы-клиентки Simpluma. И когда она забирала свой заказ, то она меня вот так вот удивила вот таким вот замечательным подарком. Что это такое? Это тени от Kiko. Kiko, кстати, марку я тоже очень люблю. Все, что не пробовала, все мне очень нравится. И это однушка теней, которая просто меня поразила. Изначально вот так вот как бы в упаковке вроде бы ничего особенного. Но если присмотреться поближе, то видно, что в тенях есть блесточки. И эти блестки, это не просто блестки, это такая мелкая слюда, которая действительно вот так же и переносится на века. Лучше всего, конечно, вот такой вот текстуры тени наносить именно пальцем, потому что с кисти блесточки осыпаются. А вот если переносить пальцем, особенно на какую-то липкую базу, то получается как будто вы наносите какой-то очень светлый оттенок. И поверх просто это все посыпаете слюдой. Вот такой вот продукт два в одном, просто потрясающая штука. Очень нравится для праздничного какого-то макияжа. Я уже делала несколько макияжей с этими тенями и осталась просто безумно довольна. Поэтому Насте тоже большое спасибо за этот подарок. Она попросила сделать макияж какой-нибудь, может показать с этими тенями, потому что у нее они тоже есть. Поэтому обязательно я сделаю, тоже покажу вам какой-то очень праздничный красивый вариант. Также в преддверии нового года мне пришли несколько продуктов из новой коллекции Sigma. Я являюсь из-за симфлома официальным партнером Sigma, из-за чего вы, собственно, получаете 20% скидки. И они мне решили прислать несколько продуктов из новой коллекции, чтобы я вам показала, чтобы вы знали, что вы можете все это и все остальное, в общем-то, что у них продается на сайте, покупать с 20% скидкой. И, в общем-то, если вас заинтересует новая коллекция, то вот, собственно, как она выглядит. И давайте начнем, наверное, с того, что меня действительно очень сильно поразило, потому что ничего подобного я вообще в жизни не видела. Это блеск для губ. И сейчас вы увидите, что он из себя представляет. Этот блеск для губ – это просто какой-то взрыв мозга, потому что посмотрите вообще, как он переливается всеми возможными красками. Как его ни поверни, он как-то по-разному выглядит, и абсолютно точно так же он выглядит на губах. И такое впечатление, что он вступает в реакцию с температурой, и на губах он тоже начинает вот так вот играть разными такими красками. Не сильно, конечно, это не будет его выглядеть, как новогодняя елка, которая светится всеми цветами радуги. Но вот такой текстуры, вот такого вот решения с блесками я вообще никогда не видела. Это просто что-то уникальное, что-то неповторимое. На губах тоже выглядит это очень глянцево и очень интересно. Вот даже вот когда наносишь просто свотч делаешь на руку, то вот как температура меняется, наверное, от тела, и как меняется, как вступает в реакцию этот блеск, он вот даже вот так вот можно не делать, и видно, как он меняет цвета. Что-то это просто феноменальное. Этот оттенок, кстати, называется Double Whammy, и если вас это заинтересует, то ссылки, конечно же, на все продукты, которые я сегодня показываю, будут внизу. Следующая интересная штука из этой коллекции – это Lip Base, как они ее называют. И по сути это не карандаш, а помада, которая идет вот в такой вот форме карандаша. Оттенок называется Rhapsody, и это очень модный сейчас глубокий темный вишневый оттенок. Он крайне интересно смотрится на губах, оттенок очень насыщенный, очень стойкий, легко прокрашивать губы вот таким вот именно форматом. То есть когда у вас просто обычная вот как помада в таком оттенке, то она намного толще, и линию четкую нарисовать сложнее. Здесь же смотрите, как вам больше нравится. Если нравится вот такой вот формат, то вполне можете брать что-то вот такого рода. Но минус это, конечно, в том, что нужно такую вещь точить. Это не автоматический карандаш, под него нужно иметь точилку, в общем-то, такого размера. Следующий продукт, который хочу вам показать – это шиммерный крем, Shimmer Cream, как они его называют. И это, грубо говоря, кремовые румяна. И румяна эти имеют очень такую текстуру, тинтовую именно. И что тоже не совсем понятно, продукт называется Shimmer Cream, но как такового шиммера в этом конкретном оттенке нет. Может быть, в другом есть, но этот оттенок растушевывается в такое матовое ничто с персиковым оттенком. В общем-то, такой вот продукт. Последнее, что находилось вот в этой коробочке – это рассыпчатый шиммер и глитер. В каждой вот такой вот упаковочке идет по три баночки. То есть отдельно, я так понимаю, они не продаются. И конкретно вот этот набор, о котором я вам сейчас буду рассказывать, называется Magic and Merriment. Из этой трешки мне понравился первый оттенок, который называется Bewitched. Это слюда, очень светлая такая вот, с фиолетово-розовым переливом. Отлично подойдет на праздники. Опять-таки, очень холодный оттенок. Я так поняла, что вообще я руководствовалась Sigma очень такими холодными оттенками, когда создавали эту коллекцию. Этот шиммер однозначно будет очень красиво выглядеть в каких-то праздничных макияжах. Особенно красиво будет подчеркивать фиолетовые какие-то тени и вообще тени в фиолетово-сиреневой гамме. Следующие два оттенка немножко более странные – это Blaze. Это чистый глиттер, который вот такого вот персикового-рыжего оттенка. В принципе, найти ему применение можно, но если вы такими не пользуетесь глиттерами, то вам, в общем-то, он и не нужен. И для визажистов может быть для того, чтобы был в коллекции, но чтобы это было что-то такое ходовое, я бы не сказала. И еще менее ходовое – это Open Cezanne. Это шиммер рассыпчатый. Это немножко более применимо, хотя выглядит оно даже намного более страшно, чем предыдущий продукт, но в то же время это вот такой вот рассыпчатый шиммер, который можно сравнить с рассыпчатыми тенями. Он превращается в такое розово-персиковое что-то переливающееся. В принципе, тоже применение найти ему можно, особенно если вы визажист. Если же нет, то опять-таки вам этот набор просто абсолютно не нужен. И, кстати, тоже я очень много видела споров в интернете насчет того, где производится косметика и кисти Sigma. Обратите внимание, где это все сделано, как косметика, так и кисти производятся в Китае. В Америке кисти и косметика никогда не производились, хотя иногда они пишут USA на своих кистях, но они это основывают тем, что компания американская, а производство может быть где угодно. Поэтому они иногда на кистях пишут USA. На этом я эти споры хочу закончить и надеюсь, что они таки закончатся. И последнее, о чем хочу сегодня рассказать, это об огромной такой посылке от Гош. Тоже мне это все прислали на обзор. Я уже довольно много продуктов протестировала, какие-то еще не трогала. Ну, давайте сейчас пройдемся по всему понемножку. Первое, что мне попадается в руку, это минеральная пудра во втором оттенке. Пудра сама по себе мне очень понравилась. Единственное, оттенок второй. Очень-очень-очень светлый. Если у вас более светлая комплекция, чем у меня, то вам он отлично подойдет. Не знаю, наверное, первый вообще как молоко цвет. Второй очень-очень светлый. Я думаю, что в этой линейке я, наверное, либо третий, либо даже, может быть, четвертый оттенок надо будет присмотреться. Сама пудра мне очень понравилась. У меня мои минеральные пудры, к сожалению, подходят к концу. Я очень надеялась, что оттенок не подойдет, но вот, к сожалению, нет. Сама по себе пудра очень мелкого помола. Отлично смотрится на лице. Ее практически не видно, особенно если лицо увлажненное, нет никаких шелушений, то пудру эту будет не видно на вашем лице. Упаковка тоже довольно удобная. Здесь вот такой вот сифтер, который вы можете закрыть, чтобы пудра не высыпалась и не было вот этой вот гадости, которая у меня сейчас здесь находится. И таким образом упаковка будет сохранять свою чистоту. Следующую вещь я еще прям сильно не протестировала и думаю, в будущих видео вам больше о нее расскажу. Это пудра, которая идет белого цвета. Она заявлена как праймер, так и фиксирующая, закрепляющая пудра. Мне понравилось, что в составе здесь нет талька, поэтому для тех, у кого частые реакции в виде прыщиков на пудры, можете попробовать протестировать эту. Она абсолютно белая, ложится на кожу прозрачно и очень-очень силиконистое у нее такое ощущение, как праймер, она действительно забивается во все поры, вернее, не то, что забивается во все поры, она просто их сглаживает. Сглаживает поры, сглаживает морщинки. Поверх этой пудры лучше ложится даже вот эта вот пудра. Но что касается того, как она выглядит, например, на фото или как она в плане продлевания стойкости, я вам еще точно не могу сказать, потому что недостаточно долго ее протестировала. Следующая вещь относится не к декоративной косметике, а скорее к уходу. Это кокосовое молочко для волос. Очень мне понравился этот продукт. Он идет вот с такой вот помпой. Замечательный у него просто запах, потрясающий, очень-очень приятный, насыщенный такой аромат. Масло это довольно липкое, поэтому одной помпы вполне достаточно для того, чтобы распределить по всем кончикам волос. Лучше использовать на влажные волосы, но на сухие я тоже использовала. Единственное, нужно, наверное, раза в два меньше на сухие использовать, иначе могут волосы стать немножко более жирными после этого. Лак для ногтей из линейки Stardust я им не пользовалась, к сожалению, потому что ногти я крашу только шелаком, но в то же время оттенок довольно-таки интересный. Он очень темно выглядит на ногтях, так как Гош довольно многим блогерам выслал вот такие аналогичные посылки. Я видела в Инстаграме, как выкладывали фотографию с этим оттенком лака. Очень темным выглядит, но по стойкости вообще ничего сказать не могу, потому что не пользовалась им просто. Следующее, что хочу показать, это карандаш тени, вот в такой вот упаковке. Что сразу понравилось, это то, что карандаш этот механический, его точить не нужно. Мне попался оттенок седьмой, голубой, и этот оттенок имеет в себе очень-очень-очень много блесток. При растушевке, если использовать его как базу, при растушевке остается легкий серый оттенок и очень-очень много блесток. Для вечернего макияжа как база, опять-таки, мне кажется, очень хорошо подойдет. Я еще не пробовала делать с ним какой-то вечерний макияж, но вот дневное дело, я использовала этот карандаш сам по себе, без базы, без закрепления поверх чем-то, чем бы то ни было. И на мне эти тени хорошо продержались, они не скатались. Я, опять-таки, в инстаграме у других девчонок слышала, что они могут скатываться, поэтому, если веки жирные, то советую использовать хороший праймер, или же просто не покупать этот продукт, потому что он может скатываться. Следующее, что хочу вам показать, это вот такой вот гель для бровей, который имеет в себе небольшой оттенок. Мне, опять-таки, попался третий оттенок. Это такой вот серовато-коричневатый оттенок теней. Очень хорошо подойдет, если вы брюнетка, или если вы тоже блондинка с такими темными бровями, не слишком черными, но темноватыми такими серыми бровями, вам этот вполне оттенок подойдет. Гель сам по себе довольно неплохой. Он хорошо расчесывает брови и ставит их в той форме, в которой вы хотите, чтобы они были. Для визажистов, опять-таки, хороший продукт, потому что брови можно поставить именно кверху, как сейчас очень модно. Во многих глянцевых журналах это сейчас я наблюдаю, что брови очень модно сейчас выделять, вот прям волосинка к волосинке. Вот этот гель хорошо их может вот так вот поставить заборчиком. В общем-то, если это то, что может вас заинтересовать, то обратите внимание на этот продукт. Что касается оттенка, то совсем-совсем слегка он добавляет оттенок, ничего какого-то экстраординарного, да и в принципе это не нужно, чтобы брови прям слишком сильно насыщались оттенком, потому что до этого я, например, предпочитаю все равно корректировать форму карандашом. Если вам нужен какой-то быстрый выход, вот буквально пару раз там прошелся кисточкой и пошел, а брови сами по себе у вас довольно неплохие, то вот можете присмотреться к этому продукту, я вполне могу его рекомендовать. Следующая вещь это подводка-маркер, которая называется Intense Eyeliner Pen, оттенок у нее 01 Black. Точно такую же подводку я когда-то давно, где-то, наверное, с год назад покупала своей маме в подарок. И что могу сказать, пока эта подводка новая, она очень-очень даже неплохая. Аппликатор у нее очень заостренный, как вы видите, очень такой четкий, и можно рисовать какие угодно стрелки, как самые тончайшие, так и очень толстые. Но в то же время проблема всех таких вот подводок с фетровыми аппликаторами заключается в том, что рано или поздно он начинает пересыхать. Нужно постоянно держать его в таком вот положении, для того, чтобы он постоянно был черным, постоянно был насыщенным. И, конечно, хотелось бы, чтобы жизнью этой подводки было побольше, потому что она начинает пересыхать буквально вот уже в течение месяца, уже видно, что она работает не так, как новая. Помада Velvet Touch. У меня оттенок 172, который называется Angel. В упаковке выглядит очень-очень нюдовым. И на губах вот мне не понравилось, как он выглядит, потому что делает немножко такой вот мертвецкий вид. Не мой оттенок. Это и таки вот я показывала вот эту помаду от Kiko. И она делает вот действительно губы такими красиво нейтральными, а вот это делает немножко такими замазочными губы. По текстуре сама помада очень неплохая, поэтому другие оттенки я бы с удовольствием посмотрела и присмотрелась бы к ним, но конкретно вот этот 172, мне кажется, что нет, лучше его не брать. Для нанесения минеральной пудры, которую я показывала ранее, была сделана вот такая вот кисть. Я так понимаю, она продается отдельно. По своему внешнему виду эта кисть мне немножко напоминает мою любимую кисть от Makeup Geek. Они, в принципе, похожи как по размеру, так и по своей форме. Единственное, от Makeup Geek эта кисть немножко более мягкая. Кисть от GOSH очень упругая, и, в принципе, мне бы, наверное, хотелось, чтобы она была менее упругая, потому что она достаточно маленькая по своей крушности. И таким образом, из-за того, что ее нельзя вот как-то вот так вот расплющить, очень долго ей наносить минеральную пудру на все лицо. Но если вам нравятся вот такие миниатюрные кисти, то тогда она вам понравится. Единственное, ворс у нее все-таки, мне кажется, немножко мог бы быть помягче, потому что он жестковат, конечно. Я не знаю, сколько точно стоит эта кисть, но если дорого, то тогда, наверное, есть и получше варианты. Если же эта кисть очень бюджетная, то тогда вполне можете присмотреться. Следующая вещь немножко удивляет своей упаковкой, потому что выглядит это как лак для ногтей, но на самом деле это лак для губ. Это жидкая помада, вот в таком вот вырви глаз красном оттенке. Оттенок называется Dangerous Lips. Аппликатор у нее довольно стандартный, как у большинства блесков для губ, единственное, очень короткий. Сама эта помада очень насыщенная, то есть вот этот оттенок, который вы видите в упаковке, такой же оттенок будет у вас на губах. Удобно аппликатором красить губы, то есть прорисовывать контур губ. Единственное, конечно, меня немножко смущает упаковка, потому что вот такую вот вещь как-то в сумочку вроде с собой не положишь. А красная помада, она требует поправления макияжа, и мне кажется, что немножко будет, ну, глупо выглядеть, если вы достанете вот такую вот вещь, и будете где-нибудь там в ресторане, или где-то в туалетной комнате в ресторане поправлять этим макияж, или просто на людях вы это достанете, ну, как бы как минимум это смутит, наверное, людей. Но сам продукт мне понравился, неплохо смотрится, красиво выглядит на губах, приятно ощущается тоже на губах, и, в общем-то, если вас не смущает упаковка, то можете присмотреться. Также мне здесь положили тушь для объема, которая называется Crazy Volume. Оттенок у нее первый черный, ничего не могу сказать про эту тушь пока еще, потому что даже ее не открывала со своей заводской упаковки, сейчас у меня довольно много тушей, и до этой еще пока руки не дошли, поэтому буду держать вас в курсе. И последнее, что у меня здесь находится, это вот такая вот палетка теней на 9 оттенков. У меня это палетка под номером 3, которая называется To Play With In Vegas. И, в общем-то, как она выглядит, выглядит она очень так, вырви глаз, вот так вот она выглядит, вот такие вот у нее здесь оттеночки. Когда я только-только увидела эту палетку, я сразу подумала, вау, ну, просто такая подборка, вот действительно я бы сама себе, наверное, вот чисто из таких вырви глаз оттенков тени бы не купила. Вот на обзор очень приятно такое получить, потому что всегда ожидаю, что качество оправдает себя и будет очень хорошим. На самом деле палетка эта мне абсолютно не понравилась, потому что качество такое вот, как у китайских палеток, там на миллион оттенков, вот что-то очень похожее. Тени сами по себе довольно меловые, плохо набираются, плохо передаются, особенно вот эти вот цвета, первые два верхних ряда, вот эти три нижних, даже, наверное, вот эти четыре оттенка, самые, наверное, качественные из палетки и лучше всего передаются. Но, опять-таки, я бы не стала покупать эту палетку, вот сугубо из вот этих вот цветов, которые сами по себе, ну, не сильно применимы, да. И, как я и сказала, то же самое вы можете получить, покупая палетку за копеечные деньги с какого-то китайского сайта. В принципе, аналогичное качество. Очень меня разочаровал этот продукт, поэтому советовать вам я его не буду. Ну вот, в принципе, и все. Поговорили мы о каких-то косметических новинках, о каких-то интересных штучках. В общем-то, если вам понравилось это видео, то не забудьте поставить мне палец вверх. Извиняюсь за мой палец, он у меня не сгибается, у меня тут несчастный случай произошел. В общем-то, поставьте мне палец вверх. И любые комментарии я приветствую. Давайте пообсуждаем, что из этого вы пробовали, что вам кажется интересным, что вам абсолютно не понравилось. В общем-то, да, жду ваших комментариев. И до встречи в новых видео. Пока!